В этом видеоролике мы рассмотрим использование панели окраски поверхностей. Панель окраски поверхностей можно открыть при помощи команд меню окно панели или меню документ визуализация. Пожалуйста, помните, что панель окраски поверхностей можно использовать только в 3D. Она не отображается при активации планэтажа, разреза, фасада или любого другого окна. Панель окраски разделена на две части. Слева вы можете увидеть все покрытия, доступные в текущем проекте. Справа отображаются только покрытия выбранного объекта. Если ни один элемент не выбран, то правая сторона панели пуста. Для предварительного просмотра покрытий можно выбрать механизм OpenGL или CineRender. Вы можете изменить размеры изображений предварительного просмотра и компоновку панели. Поле поиска, расположенное в левом верхнем углу, позволяет уменьшить количество отображаемых покрытий. Вы можете осуществлять поиск покрытий в проекте, в загруженных каталогах, на портале Beam Components или сразу во всех перечисленных местах. Давайте выберем покрытие для окраски. Инструмент окраски может действовать в двух режимах. Однократной окраски и непрерывной. Рассмотрим первый вариант. После наложения покрытия на поверхность осуществляется выход из режима окраски, а курсор принимает вид обычного указателя. Режим непрерывной окраски действует до нажатия клавиши Escape или до активации в панели инструментов любого другого инструмента. Помните, что для применения изменений необходимо выйти из режима окраски. Пожалуйста, ознакомьтесь с остальными видеороликами, чтобы узнать больше о способах повседневного использования панели окраски поверхностей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...